Студенты Медицинского института СПО отделения Сестринское дело на базе 9 классов представляют образовательный проект «Медицина будущего». Предмет «Фармакология» для студентов отделения Сестринское дело на базе 9 классов. Тема «Средства, влияющие на аппетит и секрецию желез желудка» выполнила студентка СПО Медицинского института группы 2СД5 Богацкого-Ангелина. План урока. Средства, влияющие на аппетит, применение лекарственных средств при пониженном аппетите, а также для его угнетения. Средства, применяемые при недостаточности секреции желез желудка и при избыточной секреции. Влияние на секрецию желудочного сока, эмхолинблокаторов и блокаторов гистаминовых H2 рецепторов. Антоцидные средства. Цель урока. Изучить средства, влияющие на аппетит. Изучить средства, применяемые при недостаточности секреции желез желудка и при избыточной секреции желез желудка. Узнать о влиянии на секрецию желудочного сока эмхолинблокаторов и блокаторов гистаминовых H2 рецепторов. Познакомиться с антоцидными средствами и ответить на контрольные вопросы. Работу пищеварительной системы можно сравнить с движущимся конвейером. Здесь происходит постепенный распад сложных веществ в пище на более простые компоненты, которые наш организм в состоянии переварить и усвоить. Желудок отвечает за расщепление органических веществ и их продвижение в следующий отдел желудочно-кишечного тракта. На сегодняшний день заболевания желудка расположились на одном из первых мест в статистике заболеваемости органов человека. Среди основных причин этого выделяют неправильный образ жизни современных людей. Вредная пища, отравленный воздух, стрессы – все это оказывает негативное влияние на здоровье человека. Средства, влияющие на аппетит. Средства, влияющие на аппетит, делятся на две группы – повышающий аппетит и понижающий аппетит. Аппетит является проявлением чувства голода. По современным представлениям в головном мозге – гипоталанус. Имеются пищевые центры – центр голода и центр насыщения. Взаимоотношения между этими центрами таковы, что при возбуждении одного центра тормозится активность другого. Например, при возбуждении центра голода тормозится центр насыщения и наоборот. Применение лекарственных средств при пониженном аппетите Потеря аппетита является симптомом многих заболеваний и нередко приводит к общему истощению. В лечебной практике для повышения аппетита используют различные горькие вещества – горечи. В основном растительного происхождения – настойку полыни, настойку золототысячника, сбор аппетитный, горькую настойку и другие. Реже используют препараты других фармакологических групп – инсулин, клофелин, амитриптилин и другие. Настойка полыни Основными действующими веществами являются арсумин и абсентин. Раздражая вкусовые рецепторы слизистых оболочек рта и языка, настойка полыни рефлекторным бутем вызывает усиление секреции желудочного сока, повышение аппетита, улучшение пищеварения. Оказывает противовоспалительное желчегонное и противомикробное действие. Показаниями являются анорексия, гипо- и аноцидный гастрит, хронический холецистит, дискинезия желчевыводящих путей по гипомоторному типу. Противопоказания Гиперчувствительность, повышенная желудочная секреция, гипероцидный гастрит, язвенная болезнь желудка и гноцеперстной кишки, острый холецистит, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет. Способ применения и дозы Принимают внутрь по 15-20 капель, разведенных в одной четверти стакана воды, 2-3 раза в день за 20-30 минут до еды. Курс лечения составляет от 20 до 25 дней. Особые указания В максимальной суточной дозе препарат содержит 0,7 грамм абсолютного спирта, в максимальной разовой дозе 0,23 грамм. В период применения препарата следует соблюдать осторожность при управлении транспортом и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Побочные действия Возможны аллергические реакции При длительном употреблении Ижога, гастрология, диарея, тошнота, рвота. Передозировка При длительном применении в дозах, превышающих рекомендуемые, возможны Тремор, головная боль, головокружение, судороги. Применение лекарственных средств для угнетения аппетита Эти средства назначают обычно при алиментарном ожирении, то есть ожирении вследствие систематического переедания. Такое ожирение нередко встречается у людей, избегающих физических упражнений и страдающих чрезмерным аппетитом. Для уменьшения аппетита назначают анорексигенные вещества от греческого «ан» отрицания «орексис аппетит». Большинство анорексигенных веществ по химическому строению и фармакологическим свойствам сходны с феномином, который является психостимулятором. Однако феномин в качестве анорексигенного средства непригоден, так как вызывает ряд побочных явлений. В настоящее время в качестве анорексигенных средств применяют фипронон, дезапимон, мазиндол и другие. По сравнению с феномином, они оказывают более избирательно возбуждающее действие на центр насыщения, что сопровождается уменьшением чувства голода и позволяет ограничить прием пищи. В отличие от феномина, они не вызывают пристрастия, меньше возбуждают нервную систему и не вызывают значительного повышения артериального давления. Фипронон – андрексигенное средство, оказывает психостимулирующее действие, возбуждает центр насыщения и угнетает центр голода, стимулирует кору больших полушарий головного мозга, повышает обмен веществ, у больных с ожирением способствует снижению массы тела. Показаниями являются ожирение алиментарного генеза, адипозагенитальный синдром, гипотириоз. Противопоказания артериальная гипертензия, атеросклероз, феохромоцитома, инфаркт миокарда, сахарный диабет, аденома гипофиза, эпилепсия, психоз, глаукома, тиреотоксикоз, гиперчувствительность к активному или вспомогательным компонентам фипронона. Способ применения и дозы Назначают внутрь, в виде таблеток по 25 мг, 2-3 раза в день, за полчаса или час до еды. При хорошей переносимости и недостаточном эффекте можно увеличить дозу до 4 таблеток в день. Курс лечения от 1,5 до 2,5 месяцев. При необходимости проводят повторные курсы с перерывами в 3 месяца. Побочные действия Тахикардия, слабость, головная боль, бессонница, повышение артериального давления, эйфория, раздражительность, ухудшение настроения, сухость во рту, тошнота, рвота, запоры или диарея, сыпь, кожный зуд, отек век, ренит, конъюнктивит, миалгия, дезурия, полиурия. Передозировка У лиц с повышенной чувствительностью и при передозировке возможно появление раздражительности, бессонницы, сухости во рту, тошноты, запоры или диареи и других побочных явлений. При назначении препарата лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и заболеваниями щитовидной железы, необходима осторожность. Лечение должно проводиться под тщательным наблюдением врача. Средство, влияющее на секреторную функцию желудка, выделяет два периода желудочной секреции, внепищевую и пищевую, или стимулированную. Секреция первого периода носит название базальной. В пищевой секреции выделяют три фазы. Первая фаза – нервно-рефлекторная. В эту фазу пищеварения выделяется примерно 45% соляной кислоты желудочного сока. Вторая фаза – нейрогуморальная. Регулируется гормоном гастрином. В эту фазу выделяется также примерно 45% соляной кислоты желудочного сока. Третья фаза – кишечная. Пища, попадая в тонкий кишечник, рефлекторно и гуморально влияет на секрецию соляной кислоты. Вещества, влияющие на секреторную функцию желудочного сока, делят на две группы. Средства, усиливающие секреторную функцию желудка, и средства, тормозящие ее. Средства, применяемые при недостаточности секреции желез желудка. Среди лекарств, усиливающих выделение желудочного сока, встречаются весьма активные. Например, гистамин. Однако он вызывает много побочных явлений, и с лечебной целью не используется. Иногда его применяют для диагностики секреторной способности желудка. Гистаминовая проба. Если после гистамина не появился желудочный сок, то это свидетельствует о полной атрофии слизистой оболочки желудка. Иногда с этой целью применяют пентагастрин. В лечебной практике для усиления секреторной функции желудка обычно назначают горечи, аппетитные капли, углекислые минеральные воды типа ящентуки номер 17 и соответствующую диету. При недостаточной кислотности желудочного сока можно ограничиться назначением разведенной хлористоводородной кислоты. Хлористоводородная кислота разведенная. Действие. Повышение кислотности желудочного сока способствует улучшению всасывания и усвоения железа. Показаниями являются гипо- и анацидный гастрит, а также гипохромная анемия. Противопоказания. Гиперчувствительность, гипероцидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Способ применения и дозы. Принимают внутрь по 10-15 капель от 2 до 4 раз в день до или во время еды, растворяя в 50-100 мл жидкости. При передозировке возможны аллергические реакции. Пепсин. Пищеварительное ферментное средство содержит протеолитический фермент пепсин куриный, получаемый из слизистой оболочки желудка кур и цыплят. Показаниями являются Доболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся снижением секреторной функции желудка, ахелия, гипоэнацидные гастриты, диспепсия, состояние после резекции желудка. Противопоказания. Гиперчувствительность. Эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта. Способ применения и дозы. Принимают внутрь по 40-80 мг после или во время приема пищи. При необходимости разовую дозу увеличивают до 120 мг. Курс лечения от 2 до 4 недель. Побочные действия. Запоры или диарея. Боль в животе. Также возможны аллергические реакции. Применение средств заместительной терапии при снижении секреторной активности желудка. Если сокогонные вещества оказываются недостаточно эффективными, назначают средства заместительной терапии. Наилучшим препаратом заместительной терапии, особенно при ахелии, является натуральный желудочный сок и абамин, содержащий сумму протеолитических ферментов. Сок желудочно-натуральный. Ферментный препарат оказывает протеолитическое действие, продукт животного происхождения, желудочный сок лошади. Показаниями являются ахелия, гипоэноцидный гастрит, диспепсия. Противопоказанием является гиперчувствительность. Способ применения и дозы. Принимают внутрь 2-3 раза в день во время или после еды по 15-30 мл. Особые указания. При хранении в теплом месте быстро теряют активность. Побочными действиями являются изжога, а также аллергические реакции. Средства, применяемые при избыточной секреции желез желудка. При гиперроцидных гастритах, язвенной болезни желудка, секреция желудочного сока обычно увеличивается, повышается его кислотность. Это сопровождается раздражением слизистой оболочки желудка и сжогой. При снижении защитных свойств слизистой оболочки желудка, действие фермента желудочного сока пепсина способствует образованию язв желудка, пептические язвы. Для устранения этих явлений применяют либо вещества, уменьшающие секрет желудочного сока, эмхолинблокаторы, блокаторы гистаминовых H2 рецепторов, либо вещества, нейтрализующие хлористоводородную кислоту желудочного сока, антоцидные средства. Влияние на секрецию желудочного сока эмхолинблокаторов Известно, что секреторная и двигательная активность желудка усиливается при возбуждении парасимпатических нервов, поэтому эмхолинблокаторы, атеропин, препараты белодонны, платифилин и другие, понижают секреторную и двигательную функцию желудка. При язвенной болезни желудка и гностеперстной кишки они тормозят выделение желудочного сока и тем самым уменьшают раздражение и разъедание поверхности язвы. Кроме того, они блокируют поступление патологических нервных импульсов из центральной нервной системы к желудку и таким образом создают определенный покой больному органу и ускоряют заживление раны. Атропина сульфат Блокаторы эмхолинрецепторов являются природным критичным амином. Полагают, что атропин в одинаковой степени связывается с М1, М2 и М3 подтипами мускориновых рецепторов. Влияет как на центральные, так и на периферические эмхолинрецепторы. Показаниями являются Противопоказаниями являются Глоукома Глоукома Обструктивные заболевания кишечника и мочеводящих путей Францитический иллюз Способ применения и дозы Подкожно-внутримышечная и внутривенно По 0,25-1 мг Внутрь по 300 мкг каждые 4-6 часов Особые указания С осторожностью применять у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, при которых увеличение ЧСС может быть нежелательным. Побочными действиями являются Сухость во рту Расширение зрачка Тахикардия Затруднение мочи и спускание Головокружение Головная боль Экстракт красавки Блокирует эмхолинорецепторы и препятствует взаимодействию с ними ацетилхолина, медиатора парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Уменьшает секрецию пищеварительных желез, расслабляет гладкие мышцы и вызывает спазм сфинктеров кишечника желчеводящих путей. Показаниями являются Спазм гладкомышечных органов ЖКТ, желчеводящих путей, гиперсекреторный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также панкреатит. Противопоказаниями являются Глоукома Стенозирующие заболевания желудочно-кишечного тракта, острый язвенный колит, атонические запоры, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, резко выраженный атеросклероз, острый отек легких, декомпенсация сердечной деятельности, тахиаритмия, период лактации, повышенная чувствительность красавки. Способ применения и дозы Доза, кратность и продолжительность применения зависят от показаний, возраста пациента и используемой лекарственной формы. Особые указания При высокой температуре окружающей следы применение красавки может привести к тепловому удару. Не рекомендуется применение у пациентов, деятельность которых требует высокой концентрации внимания, быстрых психомоторных реакций. Побочные действия Ишемия миокарда Ранитидин 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 После операционных язв Ранитидин 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 Применяют в суточной дозе 300-450 мг. При необходимости суточную дозу увеличивают до 600-900 мг. Кратность приема 2-3 раза в сутки. Для профилактики обострений заболеваний применяют по 150 мг в сутки перед сном. Длительность лечения определяется показаниями к применению. Внутривенно или внутримышечно применяют по 50-100 мг каждые 6-8 часов. Особые указания. С осторожностью применяют у пациентов с нарушением выделительной функции почек. Побочные действия. Проявляются редко. Это диарея, запор, головная боль, головокружение, нечеткость зрения. При длительном применении в высоких дозах ликопения, аминорея, импотенция, снижение либидо и аллергические реакции. Циметидин. Подавляет продукцию соляной кислоты, как базальную, так и стимулированную пищей, гистамином, гастрином и в меньшей степени ацетилхолизмом. Одновременно со снижением продукции соляной кислоты и увеличением pH снижает активность пепсина. Индуцирует защитные механизмы слизистой оболочки желудка и способствует заживлению ее повреждений, связанных с воздействием соляной кислоты. В том числе прекращению желудочно-кишечных кровотечений, эрупциеванию, язв. Показания. При приеме внутрь разовая доза составляет от 100 до 800 мг. При внутривенной инъекции разовая доза составляет 200 мг. При внутривенной инфузии 400, а для продолжительной внутривенной инфузии рекомендуется доза от 50 до 100 мг в час. При внутримышечном введении разовая доза составляет 200 мг. Максимальная суточная доза для взрослых составляет 2,4 г, независимо от пути введения. Особые указания. С осторожностью применять у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, заболеваниями органов кроветворения, печеночной или почечной недостаточностью. Возможны побочные действия. Тошнота, рвота, диарея, панкреатит, гепатит, желтуха, метеоризм, аллергические реакции, повышенная утомляемость, сонливость, головокружение, депрессия, беспокойство, возбуждение, головная боль, нервозность, психоз, спутанность сознания. Антоцитные средства. Для нейтрализации избыточной соляной кислоты в желудке часто используют вещества, имеющие щелочную реакцию, антоцитные средства, магния окись, натрия гидрокарбонат, алюминия гидроокись, а также щелочные минеральные воды. Под их влиянием в желудке происходит химическая нейтрализация соляной кислоты. Кроме того, щелочи воздействуют на рецепторы 12-перстной кишки, рефлекторно тормозят секрецию желудочного сока. Антоцитные средства устраняют чувство изжоги, понижают палеотическую активность пепсина, уменьшают раздражающее действие желудочного сока на слизистую оболочку желудка, ослабляют боль, ускоряют переход пищи из желудка в 12-перстную кишку. Принцип действия При ощелачивании желудочного сока пептидные ферменты теряют свою активность. Антоцитные препараты классифицируют по действующему началу, основному суставному компоненту, магния, алюминий, кальций, содержащие и другие, по заряду активного иона, анионные и катионные, по степени всасывания в желудочно-кишечном тракте, всасывающиеся и не всасывающиеся, неосистемные, неосистемные антоциды, действуют только в просвете желудка. Они плохо всасываются и практически не влияют на кислотно-щелочное равновесие. Это окись магния, альмогель, фосфолюгель. Всасывающиеся антоциды, содержащие гидрокарбонат натрия, карбонат кальция, интенсивно связывают соляную кислоту. В настоящее время применяются редко, так как вызывают различные побочные реакции. Сдвиг кислотно-щелочного равновесия в сторону алкалоза. Феномен рикошета – вторичное повышение секреции соляной кислоты после их отмены. Замедление и эвакуация содержимого кишечника. Невсасывающиеся антоциды медленнее нейтрализуют и адсорбируют соляную кислоту, не оказывают побочных эффектов. Магнияокись С водой образуют гидроокись, нейтрализуют соляную кислоту, увеличивая осматическое давление в просвете кишечника, усиливают перистальтику. При приеме внутрь не всасывается. Антоцидное действие не сопровождается вторичной гиперсекрецией. Явление алкалоза не наблюдается. Показаниями являются Гипероцидность желудочного сока, Гастрит, Доэденид, Панкреатит, Эрозивно-язвенные поражения верхних отделов желудочно-кишечного тракта, Запор, Отравление кислотами. Противопоказанием является Гиперчувствительность. Способ применения и дозы. Для приема внутрь разовая доза составляет от 1,25 до 2,5 г. Частота и длительность применения зависит от показаний. Особые указания. Перед употреблением таблетки необходимо тщательно измельчать. Побочными действиями являются диспепсия и диарея. Натриогидрокарбонат. Обладает щелочными свойствами, повышает щелочной резерв крови. При приеме внутрь быстро нейтрализует соляную кислоту желудочного сока и оказывает быстрый, но кратковременный энтоцидный эффект. Задражает рецепторы слизистой оболочки желудка. Усиливает выделение гастрина с вторичной активацией секреции. Может вызвать неприятные ощущения в желудке вследствие его раздражения и отрыжку. Показаниями являются метаболический ацидоз, в том числе при сахарном диабете, инфекциях, интоксикациях, заболеваниях почек, наркозе, в послеоперационном периоде. Противопоказания. Состояние, сопровождающееся развитием метаболического алкалоза. Способ применения и дозы. Применяют внутрь, парентерально. Режим дозирования зависит от показаний и способа введения. Особые указания. Не рекомендуется применять систематически, в связи с тем, что при нейтрализации хлористоводородной кислоты желудка натрия гидрокарбонатом происходит выделение углекислоты, который оказывает возбуждающее действие на рецепторы слизистой оболочки желудка, усиливает выделение гастрина и может вызвать вторичное усиление секреции. Кроме того, при длительном регулярном применении возможность защелачивания мочи и повышения риска образования фосфатных камней. Побочные действия. При длительном применении возможно развитие алкалоза, сопровождающегося потеря аппетита, тошнотой, рвотой, болями в аппегастральной области, беспокойством, головными болями, а в некоторых тяжелых случаях титаническими судорогами, повышением артериального давления, метеоризмом при приеме внутрь. Алюминия гидроокись. Нейтрализует соляную кислоту желудка с образованием хлорида алюминия и воды. В щелочном содержимом кишечника образуют нерастворимые соединения алюминия. Даже при длительном лечении не отмечаются развитие алкалоза. Показаниями являются гипероцидность желудочного сока, гипероцидный гастрит, язвенная болезнь желудка на степерстной кишке, дуоденит. Противопоказаниями являются гиперчувствительность, беременность, болезнь Альцгеймера, гипофосфатемия, запоры, кишечная неприсходимость. С осторожностью нужно обращаться при сахарном диабете. Способ применения и дозы. Принимают внутрь в виде жевательных таблеток от 0,6 г до 1,2 г в виде пероральной суспензии по 5-10 мл через 1-2 часа после еды и на ночь. При язвенной болезни желудка за 30 минут до приема пищи. При необходимости разовую дозу увеличивают до 15 мл. Продолжительность лечения 6 недель более. При заболеваниях пищевода желудка и 12-перстной кишки назначают после еды. При заболеваниях кишечника до еды. Побочные действия запор при длительном применении. Комбинированные препараты. В качестве антоцитного средства при повышенной кислотности желудочного сока и язвенной болезни хорошо зарекомендовали себя комбинированные препараты Альмагель, Фосфалюгель, Гастал, Маалокс, Рене, таблетки Викалин и другие. Комбинированные антоцитные препараты, особенно содержащие в своем составе алюминий, имеют различные механизмы действия, включающие комбинацию обеспечивающую нейтрализацию соляной кислоты и повышение защитных свойств слизистой оболочки, обладающих и цитопротективным действием. Альмагель нейтрализует соляную кислоту и уменьшает активность пепсина, желудочного сока, предохраняет слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта от повреждающих воздействий. Показаниями являются язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, острый или хронический гастрит на фоне нормальной или повышенной секреции, также в фазе обострения, диафрагмальная грыжа, дооденит, энтерит, желудочно-кишечные расстройства, обусловленные нарушением диеты, приемом лекарственных средств, например, НПВС или глюкокортикоида, употреблением кофе или алкоголя, курением. Противопоказания гиперчувствительность, выраженное нарушение почек, болезнь Альцгеймера, период новорожденности, кормление грудью. Способ применения и дозы принимают внутрь за полчаса до еды и на ночь, а при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки между основными приемами пищи. Принимают от одной до трех дозировочных ложек 3-4 раза в сутки. Поддерживающая доза по одной дозировочной ложке также 3-4 раза в сутки в течение 2-3 месяцев. Максимальная суточная доза 16 дозировочных ложек. При такой дозе продолжительность лечения не должна превышать 2 недели. Особые указания при функциональных расстройствах, сопровождающихся тошнотой, рвотой, болью в животе, лечение начинается с эльмогеля А. Побочные действия нарушение вкуса, тошнота, рвота, спазм, боли у пегастральной области, запор, гиперкальциурия, гипермагнемия, гипофосфатемия, сонливость, деменция, отеки конечностей на фоне хронической почечной недостаточности. Передозировка. Симптомами передозировки являются угнетение моторики желудочно-кишечного тракта, а лечение назначение слабительных средств. Фосфолюгель оказывает кислоту, нейтрализующая, обволакивающая, адсорбирующие действия. Снижает протеолитическую активность пепсина. Не вызывает ощелачивание желудочного сока, сохраняя кислотность желудочного содержимого на физиологическом уровне. Не приводит к вторичной гиперсекреции соляной кислоты. Образует защитный слой на слизистой оболочке ЖКТ. Способствует удалению токсинов, газов и микроорганизмов на всем протяжении пищеварительного тракта. Нормализует пассаж содержимого по кишечнику. Показаниями являются язвенная болезнь зоноцеперстной кишки, гастрит с нормальной или повышенной секреторной функцией, диафрагмальная грыжа, синдром неязвенной диспепсии, функциональная диарея, желудочно-кишечные расстройства, вызванные интоксикацией, приемом лекарственных препаратов, раздражающих веществ, алкоголя. Противопоказания повышенная чувствительность к препарату, выраженные нарушения функций почек. Способ применения и дозы. Принимать внутрь, можно в чистом виде или перед приемом развести в половине стакана воды. Взрослым и детям старше 6 лет по одному-двум пакетикам 2-3 раза в сутки. При язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки через 1-2 часа после еды и немедленно при возникновении болей. При гастрите и диспепсии до еды. При функциональных заболеваниях толстой кишки утром натощак и на ночь. Особые указания. При применении фосфолюгеля одновременно с другими лекарственными препаратами следует проконсультироваться с врачом, поскольку фосфолюгель снижает эффективность действия некоторых препаратов. Побочным действием является запор. Передозировка Симптомы передозировки являются угнетение моторики желудочно-кишечного тракта, а лечение назначение ослабительных средств. Гастал снижает повышенную кислотность желудочного сока до физиологического уровня и устраняет диспепсические расстройства за счет нейтрализации избытка соляной кислоты в желудке. Входящие в состав гасталогидроксид магния и гидроксид алюминия обеспечивают быструю и длительную нейтрализацию, обуславливающую антоцидный эффект. Показаниями являются изжога, состояние, сопровождающееся повышенным кислотообразованием, симптоматические язвы различного генеза, эрозии слизистой оболочки желудка и верхних отделов желудочно-кишечного тракта, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, острый панкреатит, обострение хронического панкреатита, бродильная или гнилостная диспепсия. Противопоказаниями являются хроническая почечная недостаточность, болезнь Альцгеймера, гипофосфотемия, детский возраст до 6 лет и гиперчувствительность. Способ применения и дозы. Принимают внутрь. Таблетку следует постепенно рассасывать, не проглатывать целиком. Рекомендуется принимать через 1 час после приема пищи и перед сном 1-2 таблетки от 4 до 6 раз в сутки, однако не более 8 таблеток в течение 24 часов. Продолжительность приема гастала не должна превышать 2 недель. Для профилактики гастал применяют перед предполагаемым раздражающим воздействием на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Аналогичные дозы рекомендуются при изжоге, независимо от приема пищи. Особые указания. Пациентам с небольшой массой тела и детям применяются меньшие дозы и менее длительно. Пациентам с нарушением функции почек не рекомендуется применение гастала более длительное время и в более высоких дозах, чем рекомендовано. Побочные действия и желудка. Показаниями являются язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, острый гастродиоденит, хронический гастродиоденит с нормальной или повышенной секреторной функцией в фазе обострения, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, диспепсические явления. Противопоказаниями являются почечная недостаточность тяжелой степени, гипофосфотемия, непереносимость фруктозы, недостаточность сахаразы или изомальтазы, повышенная чувствительность к активным веществам и другим компонентам препарата. Способ применения и дозы Таблетки Препарат назначают по 1-2 таблеткам 3-4 раза в сутки, через 1-2 часа после еды и на ночь. Максимальная кратность приема 6 раз в сутки. Нельзя принимать более 12 таблеток в сутки. Суспензия в пакетиках Содержимое пакетика принимается в нерастворенном виде. Принимают по одному пакетику с суспензией, это 15 мл, обычно через 1-2 часа после еды и на ночь, а также при возникновении боли в эпигастральной области или изжоге. Суточная доза не должна превышать 6 пакетиков, это 90 мл суспензии в сутки. Суспензия во флаконах назначают по 15 мл, это 1 столовая ложка, 3-4 раза в сутки, через 1-2 часа после еды и на ночь. Доза не должна превышать 6 столовых ложек в сутки. Курс лечения не должен превышать 2-3 месяца. Особые указания. Алюминий и гидроксид может вызвать запор. Передозировка солей магния может приводить к ослаблению кишечной перистальтики. Побочные действия. Аллергические реакции, они проявляются редко. Передозировка. Возможны диарея, боль в животе и рвота. У пациентов из группы риска прием препаратов в высоких дозах может вызывать или усугублять обструкцию кишечника или кишечную непроходимость. Контрольные вопросы. Вопрос номер один. На какие группы делятся средства, влияющие на аппетит? Вопрос номер два. Какие препараты используют в лечебной практики для повышения аппетита? Вопрос номер три. Как называются вещества, применяемые для уменьшения аппетита? Вопрос номер четыре. Какие существуют периоды желудочной секреции? Вопрос номер пять. Каким назначением можно ограничиться при недостаточной кислотности желудочного сока? Вопрос номер шесть. Что является наилучшим препаратом заместительной терапии при снижении секреторной активности желудка? Вопрос номер семь. Что происходит при снижении защитных свойств слизистой оболочки желудка? Вопрос номер восемь. Как влияют эмхолин-блокаторы на функции желудка? Вопрос номер девять. Каково влияние на секрецию желудочного сока блокаторов гистаминовых H2-рецепторов? Вопрос номер десять. Какую реакцию имеют антоцидные средства? Спасибо за внимание. Берегите себя и своих близких. субтитры и субтитры